Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб», посвященная 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистов, прошла во всех нижегородских торговых центрах. Всем желающим раздали памятные открытки и 125 граммов хлеба. Это суточная норма на одного человека в самый тяжелый этап блокады. В памятную дату добровольцы общественного движения «Волонтеры Победы» дают старт новой акции. Каждый желающий может написать им пожелания на специальные открытки. Отмечу, 2020 год президент России Владимир Путин объявил годом памяти и славы. Можно написать кому и написать обращение с пожеланием здоровья и долгих лет жизни. И также мы вот такие эксклюзивные открытки у нас на территории Нижегородской области. Это открытка Тани Савичевой, почтовая карточка, где мы тоже можем своим родным и близким написать. Чтобы наши населения узнали, как наши люди в блокадный Ленинград вот этот кусочек хлеба берегли, который им выдавали. Потому что самое главное, вы знаете, когда фасовщики фасуют вот этот хлеб, у меня тетя из Питера, она детям была. Даже детей, дети расфасовкой тоже занимались, они не крошечки. Самые последние они могли взять себе кусочек, иногда даже не доставал. И все крошечки они вот эти вот сметали и делили себе прямо щепоточками. Сейчас на территории области проживает 284 блокадника. Олег Лавров, Время новостей. Субтитры создавал DimaTorzok